Друзья, всем привет! Очередная серия строительства моей землянки. Сегодня, как обещал, мы заново проведем в землянку свет. В одной из предыдущих серий я уже делал свет на вот таких вот аккумуляторах. Давайте вам покажу. Но, как оказалось, светодиодная лента его очень быстро разряжает. Ну, там 4 штуки у меня стояло. И буквально там, я не знаю, полчаса оно, знаете, светит ярко, потом уже тускло. И, в принципе, с таким светом можно сидеть в землянке. Ну, как бы хотелось, чтобы оно все-таки как-то поярче светило. Много ваших было комментариев по поводу того, что нужно сделать, там, ветрогенератор, там, отпечки, полиментом пельтье сделать. Принести сюда машинный аккумулятор. Вот машинный аккумулятор принести сюда, мне очень нравилась идея. Но проблема в том, что... Давайте вообще зайдем внутрь землянки, посмотрим, не развандалил ли ее никто. А, запах сосны такой. В принципе, все нормально. Были достаточно лютые дожди. Видим, что землянку не затопило, но вот есть какие-то слабые места. А где-то протекало все-таки, видите? Где-то протекало. Ну, тут все сухо. Возможно, где-то с окна надо будет их перегерметизировать как-то. Короче, ладно, с этим разберемся. Так вот, принести автомобильный аккумулятор. Идея хорошая, но... Дело в том, что он когда-то сядет, ребята, и его надо будет как-то заряжать. Я вам скажу так. Носить его каждый раз сюда и обратно, это вообще нелегкая задача. Потому что аккумулятор, ну, немало весит. Плюс каждый раз, когда мы сюда идем, мы несем немало вещей. Сейчас, вот, кстати, я говорил, уже дожди были такие лютые. И если обычно мы бросали машину за 5 километров отсюда, потому что дороги нету, то сегодня мы бросили, ну, я не знаю, чуть ли не за 8-10 километров отсюда, потому что дорогу размыло. Чернобыль, ребята, Чернобылем. Но воровство леса никто не отменял. Смотрите, как дорогу дожди размыли, лесовозы разбомбили. Колея тупо, ну, наверное, по колено. Ну, и сами понимаете, ребята, что аккумулятор каждый раз носить в руках туда-сюда, такая себе затея. Думал поставить ветрогенератор. Мне, в принципе, эта идея очень интересная. Хоть я, знаете, в электричестве там практически не разбираюсь. Но есть такой у меня товарищ Денис Браун. Кто-то там из Олдов, наверное, еще помнит его. Но он мне показал, что у него в хозяйстве завалялась вот такая вот система. Не знаю, как это правильно назвать. Назовем трехлампочковый кит. Короче, вот такая вот, ребята, солнечная панель и три таких фонарика. Я еще его до конца не проверял. Но, смотрите, вот этот. Я тут уже разложил, проверил в правильном порядке. Вот этот вообще не работает. Вот этот моргает красным. Надеюсь, вам видно. Он, походу, разряженный. А вот этот светит. Светит достаточно, кстати, ярко. В трех режимах. Сейчас, конечно же, зима. Я не знаю, будет ли эта солнечная панель их заряжать. Но мне говорили в комментариях, что вот, в принципе, даже зимой хоть плохо, но будет заряжать. Я надеюсь, что вот этот и вот этот работают. А этот либо полностью разряжен, либо он не рабочий. В принципе, я думаю, и этого одного будет фонарика хватать. Но я хотел бы, чтобы этот, конечно же, зарядился. В общем, как с названием видео вы поняли, сегодня мы будем устанавливать солнечную панель. Друзья, красаут – это многопользовательский экшен про мрачное будущее, в котором рейдеры сражаются за ресурсы. Катаклизм опустошил землю. Единственный способ выжить – построить мощный бронемобиль и отправиться в бой. Тебе доступны сотни пушек, колес, кабин и уникальных приспособлений. Арсенал включает в себя как орудия дальнего боя, вроде лазерных пушек, миниганов и артиллерии, так и ближнего. Огнеметы копия со взрывчаткой. Гарпуны и комбайны с пилами. Выбери свой стиль игры, собери легкий и маневренный, но слабо защищенный реактивный пикап с невидимостью или неповоротливый, но неубиваемый танк с дополнительным боезапасом. Уничтожай других игроков в драйвовых и стремительных битвах или попытайся вместе с командой разобрать на запчасти огромного босса. Создай клан и участвуй в турнирах. За победы ты будешь получать уникальные детали для улучшения старой машины или создания новой. Качайте, друзья, красаут по ссылке в описании и получайте крутые бонусы. Так, ну помимо панели еще там есть кое-какие планы, в кой-то веке, наверное, надо уже собрать кровати, потому что 3 серии назад я обещал, что будут кровати, кровати так и нету. Поэтому сегодня проведем свет, сделаем кровати, ну еще немножко, так знаете, по-новогоднему украсим землянку, потому что я все-таки надеюсь, что мы там с блогерами и другими будем здесь все-таки праздновать Новый год. Положил вот эту всю панельку, пускай заряжается, насколько это возможно. Заодно и посмотрим, работают ли остальные фонарики, ну либо есть вероятность, что оно в принципе в такую вот, видите, пасмурную погоду не заряжает ничего. А тем временем, пока оно будет заряжаться, я решил сделать кровати. Но проблема в том, что, видите, большинство досок, которые остались, вот этот штахет, они короче моего роста. Я в принципе не супер высокого роста, знаете, обычный средний там рост у меня, но они короткие, и спать, наверное, будет неудобно. В общем, было принято решение, что, наверное, буду набирать кровати вот таким образом, как двери, тогда можно будет сделать в полный рост. И там, в принципе, внутри есть еще длинные доски, тех досок как раз хватит на вторую кровать. Поэтому, наверное, одна будет вот так, знаете, с поперечин к ширину набираться, а вторая кровать в длину. Вот, кстати, смотрите, положил 6 досок, и думаю, что как раз нормальная ширина кровати будет, чтобы она не супер много места занимала внутри. Проблема в том, что взял рулетку, и сейчас вот я сложил вот эти 6 поперечин, для того, чтобы, видите, отмерить вот так на глаз, ну, какой длины торцевать вот эти поперечины. Сейчас вот эту одну, ребята, отрежу, и по вот этому шаблончику буду уже резать остальные. Все, одна готова, ширина ее 10 сантиметров, я знаю, если ее правильно порезали. Мне нужно накрывать таких 18 штук, думаю, кровать длиной метр 80 более чем достаточно. Великанов в землянку пускать не будем. Пока я тут режу штахеты, Колян вызвался немножко поубираться, потому что вы в прошлой серии писали, что мы тут реально так все засрали, ребята, и действительно немножко засрано все, но, знаете, когда идет стройка, строительство, то, ну, мы, в принципе, по строительству не все тут успеваем, как и планируем, то до уборки как-то дело не доходило. Но это не говорит о том, что, знаете, вот этот все срач тут будет. В планах было, ну, закончим строительство и уберемся. Хотя, Колян молодец, что вызвался поубирать, потому что, ну, все-таки в таком гадюшнике неприятно даже работать. Рано или поздно все-таки это предстоит сделать, убраться. Так, а я вот взял по вот этому шаблончику, режу сразу вот по две, по три штуки, так быстрее получается. А вот хорошая пилочка у меня от подписчика есть. Берем и пилим. Смотрите, ребята, как для зимы, очень сегодня щедро светит солнышко. Я вот как раз направил на солнышко вот эту панель, потом будем ее монтировать. Сейчас пукай, пускай она напитается солнце, надеюсь, эти фонарики подзарядятся малость. Ну, а потом уже по темноте как раз проверим, как они будут светить. Ну, в принципе, один точно светит, я думаю, что он рабочий, что эта вся установка заряжает. Посмотрим, он ярко светит, я думаю, что его хватит. Кстати, смотрите, дожди были, немножко сошло все. Надо будет как-то либо перезакидать еще раз сверху, либо чем-то накрыть и опять закидать. Но это все мы потом, ребята, разберемся, ну, вернее, уже, скорее всего, в новом году. Потому что сегодня какое число? О, 26-е уже, а вы, наверное, увидите числа 28-го в лучшем случае это видео. Колян там распалил костер, я тут нам поставил кипятиться в воду в такой вот горелочке от компании МТАК. Цветит солнышко, пока что не очень долго эта штука-дрюка заряжается, но я проверил. Смотрите, вот этот фонарь работает. Но он, походу, еще разряжен, там красный моргает. Этот не работает, а вот этот. А вот этот работает. И зеленым заморгал. То есть, видимо, вот этот все-таки подзарядился, ребята, но еще очень плохо, поэтому красный моргает. Что могу сказать? Два из трех фонарей работает. Если оно так день полежит, то я думаю, что к вечеру нормально будет солнце. Хотя сегодня мы сколько? В час где-то, да, сюда добрались? Да, сегодня оно, конечно, много не успеет зарядиться. Но, ребята, я вам скажу, чтобы проверить, этого, в принципе, будет достаточно. В общем, кипит водичка. Ну, еще не кипит. Я скрутил два щита. На одну я нашел длинные такие еще доски. Вот эта набрана поперед. Сейчас попьем чайку, когда закипит водичка. И будем уже ставить внутрь кровати. Также хочу поблагодарить компанию МТАК за то, что вот я с ними сотрудничаю. Они мне дают вещи на съемки. Одевают меня, можно сказать, с ног до головы. Смотрите, вот такие у меня классные сапоги они мне подарили. Зимняя курточка. И еще там много-много чего другого, ребята, они мне дали на зиму. Большое спасибо компании МТАК. Это украинский бренд, который делает милитари одежду. Одежду там для туризма, тактическую одежду. В общем, много-много всего хорошего, полезного. И самое главное, за адекватную цену. Ссылки на все мои товары будут, ребята, в описании. Спасибо еще раз компания МТАК и магазину Милитарист ЮА. Такая вот у нас обстановочка. Занесли сюда кровати, но они еще, скажем так, не стоят как нужно. Они пока что стоят на кирпичах. Я думал, 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 ничего умного не придумал. Сегодня бензопилу с собой не взяли, оставили в машине, потому что далеко нести. И решили пока что на кирпичи подставить были. Лишние кирпичи с печки остались. В общем, смотрите. Вот эту сторону, я думаю, сейчас как-то прикрутить уголки. Оно будет висеть на уголках. А вот эта сторона будет стоять на кирпичах. Ну и с этой стороны таким же самым образом. Многие писали, что, типа, сделают шконки. Все-таки, да, будут, ребята, видите, шконки. Но вот эту всегда можно будет убрать. Типа, если я вот пришел один ночевать сюда, то есть, ну, она не нужна. Она будет занимать место. Ее еще, кстати, вот сдвинем к стеночке. И тут будет нормальный такой проход. Вот, в общем, что, сейчас кручу уголки. Одна сторона на уголках, вторая на кирпичах. И продвигаемся дальше. Тем временем закипела водичка. Давайте ее выключим. О! Просто незаменимая штука. На костре мы очень долго, наверное, делали кипяточек. Так, Колян распечатывает пачку чая. И чай мы будем пить, ребята, с фирменных кружек Сергея Трейсера. Давайте их распечатаем. Небольшой такой анбоксинг. Так. Вот это у нас самая ходовая кружка, ребята. О! Колесо Чернобыля. Именно с черной ручкой. Есть еще с белой. В принципе, в описании я оставлю ссылку на инстаграм моего магазина. Можете посмотреть, какие там еще есть. А у тебя какая кружка? Ты сколько будешь пить? А у тебя I love Припять. Тоже очень крутая кружка. На самом деле прикольная, да? Да, но по заказам пока что лидирует именно вот это. Вот это на втором месте. Поэтому я нам именно такие кружки взял. Сейчас с них, собственно, будем пить чай. По ссылке в описании в моем инстаграм-магазине вы можете, ребята, себе заказать точно такие же кружки. В таких же красивых коробочках. Мы сами их разработали. Ну, вернее, мой превьюшник разработал вот этот, типа, дизайн ее. И в комплекте каждой кружки, ребята, идет еще открытка с моим автографом. Отправляем очень быстро. Пока что только по Украине, но скоро будем и в Россию отправлять. Просто в Россию отправлять доставка очень дорогая. Она будет стоить дороже, чем сама кружка. Пишите в комменты, кстати, интересно ли будет вам в Россию, чтобы мы отправляли. Ну, просто реально доставка дорогая будет. Или нет. Короче, все, заливай. Один мне пакетик. А как она работает, Серега? О, я сейчас тебе покажу. Ай. Наливай. Блин, радуешься как ребенок. Давай, за землянку, что радуешься. Не знаю. Припять я ее ловлю. Ну, что, в Чернобыле, в Чернобыльских кружек пить. Оказывается, в одной из этих была открытка. Вот, тут будет написано ваше имя и от трейсера, и автограф. И вот такая вот фотка, где я когда-то в гамаке ночевал, на кране 200-метровом. Короче, прикольное видео было. Вроде YouTube его уже выпилил тоже. Короче, все. Ссылочка, ребята, на мой Instagram-магазин в описании. Первая кровать. Колян ее уже испытал в своей задней царе. Все, я тоже испытал. Ну, вроде выдерживает эти уголки. Я сомневался, что трех уголков будет мало. Тем более, что они там не супер ровно прикрутились из-за того, что бревно круглое. А с этой стороны вместо ножек кирпичи. Колян, мне, короче, много писали зрители. Я вот сейчас реально в размышлениях. Я вот так смотрю. Знаешь, если вот заходишь. Тем более, эту кровать можно вообще временно даже убирать. Ну, место есть вроде. Вот эта кровать, она может стационарно здесь быть. Ее можно вообще не смещать. Но мне многие писали, что сделать двухъярусную кровать. Что ты думаешь? Ну, оно реально будет меньше места занимать. Здесь под стенку можно будет столик поставить. А здесь просто будет двухъярусная кровать. Эти щиты, в принципе, можно в дальнейшем использовать для двухъярусной кровати. Просто нам нужно будет какие-то тонкие деревья. Прямые, короче, на стойке такие, типа, сделать. О, смотри, смотри, смотри. Вот где капает. Все, я нашел место. Только уже капало тут. Ну, короче, надо будет реально где-то с ведром стоять поливать. И понять, где капает, ребята. И окна перезагерметизировать. А за двухъярусную кровать, по идее, прикольно. Да, тем более теплый воздух. Он вверх подниматься будет. И будет, короче, тот, кто на втором ярусе спать. По идее, как ему будет теплее спать. Ну да. Не, ну да, где-то... Да, короче, наверное, да, ребят. В будущем мы все-таки с этих щитов пока что сделаем так. Эти уголки всегда можно будет выкрутить, кирпичи убрать. А потом сделаем двухъярусную кровать. Ну, пока что давайте сейчас примастырим еще вот эту кровать. Еще раз приберемся. Может, еще раз пол сегодня вскроем. Кстати, смотрите, морилка другой цвет. А зачем мне вот так мало вскрывать? Потому что черный красивый пол был. Или думаешь, хватит? Так хватит, и что? Ну, лаком надо будет обязательно залить, я думаю. Не знаю, зачем. Надо залить лаком. Короче, все. Сейчас примастырю, ребят, еще вот эту кровать. Такой же самой технологией. Там под стенку ставлю уголки. Здесь ножки. И, в принципе, все. Еще мы думали сегодня поставить елку. Потому что, скорее всего, это будет еще не крайнее видео, ребята, в этом году. Я еще планирую сюда, там, компанией небольшой такой блогеров, приехать, отпраздновать Новый год. И надо какую-то будет создать новогоднюю атмосферу. Мы взяли, в общем, пару гирлянд. Елку сегодня наряжать не будем. Наверное, это мы будем делать в следующей серии. Вот, все-таки, новогодние видео. И в новогодние видео будем наряжать елку. Чтобы, знаете, здесь такая, ну, хоть слегка новогодняя атмосфера была. Сейчас что, примастырю и кровати. Наверное, мы их вскроем. Кое-де раскидаем гирлянды. И займемся уже светом. Как раз на улице немножко потемнеет. И мы увидим, насколько хорошо два фонарика будут освещать землянку. Хотя, я вам скажу, они паяют нормально. Лишь бы их надолго хватало. Отвещение будет хорошее. Еще показала практика, что что-то с вот этим углом не так. Я не знаю как, но туда попала влага. Давайте сейчас спустимся внутрь, вам покажу. Фонарики вот эти два зарядились. Один, в принципе, был заряжен. Не знаю, насколько. Второй немного зарядился. Сейчас их тоже где-то примастырим тут. И посмотрим, насколько светло будет. Вот. Тут, короче, плохо видно. Но что-то вот этот угол немножко, ребята, протекает. Хотя, вроде как мы его там и пленкой, и рубероидом. Ну, не знаю. А так в остальных местах вроде сухо. Только вот это, да, с окон что-то капало. В этом месте даже обнаружили, с какого места. Ну, ничего. Мы еще и внутри, и снаружи. Это все миллион раз каким-то герметиком. Или еще чем-то промажем. В общем, что, вот эти фонарики, ребят, с чем удобно. Спасибо еще раз Денису Брауну, что вот подгон такой сделал. Тем, что вот они могут позаряжаться вот так. И потом ты их, хопа, от проводов отстегнул. И все. Они уже висят вот так вот. Сейчас, короче, надо будет как-то придумать, как их повесить. И они будут светить. Конечно же, солнечную панель я здесь, ребята, оставлять не буду. Потому что, ну, я подозреваю, что если кто-то ее увидит, ее сразу же заберут. Ну, я, например, не знаю, забрал бы или нет. Ну, реально, я вот сейчас задумался, забрал бы ли я. Ну, скорее всего, не забрал бы, но, может, и забрал бы, поэтому не знаю. Короче, блин, ее украдут просто, если я тут оставлю. Поэтому я лучше где-то по дороге вот это все дело спрячу. Где-то в поле положу так красивенько, чтобы оно лежало. То есть, вот пока меня там пару дней нету, оно будет заряжаться. Потом я все равно сюда пешком иду, там, через поля, через лес. По дороге, хопа, забрал фонарики. Повесил тут. Сейчас надо такую приспособу какую-то сделать, чтобы оно висело. Смотрите, я тут, кстати, да, немножко нарядил все. Вот, включаем вот эту штуку, дрюку. Оно немножко подсвечивает. Сейчас, давайте. Колян! Можешь нам меня закрыть в землянке? Прикинь, один вроде только что светил. Я проверял перед тем, как камеру включить. Уже все, не светит этот. Прокройка. О. Так. Я думаю, что оно неплохо будет подсвечивать. Сейчас только как-то надо приспособить. Кстати, аккумуляторы с прошлого раза так и не зарядил. Видите, уже так тускленько светят. Хотя они ярко светят, когда заряжены. В общем, что? Сейчас примастыриваем вот эти светильники. И очень удобно. Так, хопа, взял, дернул веревочку. И светит. И что? И, наверное, будем... Еще вскроем кровати, чтобы они уже так под цвет землянки были. И на этом сегодня будет все. На следующий раз придем, поставим елку. Украсим ее. Ну и будем праздновать тут с пацанами Новый Год. Подсоединил, ребята, провод зарядки. Вон там закрутил саморез. Вам его не видно. Но сейчас это все дело повешу на саморез туда. Так. Идем камеру в рот. Идем такую вещельку. И... О-о-о! Все. У нас есть светильник. Так, хопа, дернул и светит. Еще можно вот этот включить. И, в принципе, я вам скажу... Ну, если два будет светить, будет вообще шикарно. Хотя, знаете, сейчас сложно оценить, насколько ярко оно лупит. Потому что на улице светло еще. Так, ну, конечно же, да. Конечно, жалко, что второй не зарядился. Но сколько он тут заряжался? Часа два, ну, максимум три. И то, знаете, зимнее солнце, оно такое себе солнце. Ну, ничего, я думаю, что вот в следующий раз я сюда вернусь через пару дней уже. Оно за пару дней где-то в поле зарядится нормально. Смотри, у нас вот это, полу-новогодняя атмосфера. Закрывай двери сразу, чтобы темнее было. Но, опять же, вот когда темно будет на улице, тогда только это можно будет нормально оценить. Все равно вот закрываем двери. Хоть чуть-чуть, но темнее стало. Смотри. Вот так висит фонарик. Ты его так клац. Ну, два типа вообще шикарно будет светить. Ну, да. Вот на камеру, может, кажется, что тускленько. Но, ребят, чтобы сидеть, этого будет достаточно. Плюс еще будет второй светить. Третий еще не знаю. Третий надо будет взять. Может, аккумулятор в нем как-то выпаять и новый припаять. Ну, что, нам тут не хватает только елки. Немножко салютов с Сусанина с фаерами. И все. Так, вот эту лавку уже сразу же убрали. Потому что здесь, наверное, будем ставить елку. Этот, видишь, он, короче, вроде моргал. Я вот его затестил перед тем, как камеру включить. Он красный меня. Да, ну, видимо, разрядился. Возможно, стоит их разобрать. Я вот тот третий возьму. Возможно, там аккумулятор сдох. Попрошу там Дениса, чтобы он мне новый аккумулятор туда поставил. Потому что они... Браун говорил, что лежали много лет. И, может быть, аккумулятор просто умер. Так, ну что? Нет, ну, слушай, сразу поменялось. Смотри. А, да. Чуть-чуть светлее на камеру будет казаться. Ну, вживую, ребят, светлей. Если будет темно на улице, она будет... Да, но будет нормально светить. Сейчас на улице... Да, а два тем более будет вообще шикарно. Ну что, Колян, давай сейчас вскроем кровати. Пока что так будут кровати. А потом в новом году уже, так сказать, с новыми силами вольнем тут двухъярусную кровать. Да, это будет четко. И еще возле земляночки все красивенько сделаем. Но это будет в будущем. Кстати, пошли, покажу, что там Колян наделал. Ну, давай, пока мы с наброски пицем. Колян уже наброски. Ой, блядь, дверь тяжелая, блин. Идемте, покажу, что тут Колян сделал. Смотрите, как он все слишком увлекся уборкой. Поскладывал красивенько, потому что у нас все по-варварски так было. Смотрите, заготовку сделал, чтобы мы вот... Новый год, когда приедем праздновать, чтобы у нас такой мангальчик уже был. Знаешь, что, Колян, мне кажется, нам не хватает тут настоящего мангала. Только не такой металлический, чтобы его, знаешь, кто-то украл. А надо именно... Да, да, да. Ох, ты что, это было бы классно. Мне кто-то писал, короче, тандыр надо сделать. Ой, тандыр можно. Можно и мангал, и тандыр. Думаешь, и мангал, и тандыр? Я думаю, что нам чего-то одного. А в тандыре можно будет еду готовить как-то? Я не знаю, ну шашлыки, точное мясо, ну, вешать. Ну, я не знаю, мы казанжу тандыр не поставим. Ну, да, просто печка у нас вышла, ребята, такая, что на ней кушать не приготовишь, поэтому надо, наверное, тут будет сделать в новом году беседку и кирпичный большой такой батьковский мангал, чтобы мы могли на нем и еду готовить, и нас такое-то жарить. Да, она тепло дает хорошо, и она, ну, не очень много места занимает, потому что, ну, как бы, какой-то каждый лишний сантиметр места, он потом даст какой-то свой комфорт и плюс. Ну, шо, Колян, пошли, вскроем кровать, и что-то мы сегодня, кстати, первый раз, наверное, запланированный объем работ выполнили. Все, вскрываем. Я вот тут вот так вскрываю, Колян там пока что первую сторону начал, и на этом сегодня, ребята, будет все. Шо, Колян, давай, принеси морилку, я пока скажу что-то нам на прощание, давайте свет включу, потому что не зря сюда его проводили. Шо, ребята, такой вот вышел видеоролик, год подходит к концу, но мы еще с вами не прощаемся, я надеюсь, что еще будет ролик. Можете писать догадки свои в комментарии, кто будет, кто уже, ну, 100% подписался, что, типа, приедет сюда с нами праздновать Новый Год, кто под вопросом. Сразу спойлер, зеленого не будет, говорил, приеду, 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 ну, не получилось, у пацана все-таки далеко ему ехать. Короче, жмякайте лайк. Лайк жмякайте по-любому. Жмите кнопку подписаться, если вы не подписаны, потому что, реально, ребята, процентов 60. Вот, просмотры у меня идут от людей, которые не подписаны. Просто подпишитесь, ну, вам не сложно, мне приятно. Ну, с вами, ребята, был Сергей Трейсер, всем до новых встреч, всем пока. Фу, морилка уже завоняла, сейчас теми парами тут убьемся. Фу, морилка уже завоняла, сейчас теми парами тут убьемся.